Всем большой привет! Меня зовут Зарина и я начинаю новый влог. Влог обещает быть большим, потому что здесь я вам покажу части моих последних деньков дома. Осень к нам подкралась незаметно, потому что у нас уже очень холодно, дождь, я обожаю эту погоду, я уже пересмотрела «Каролину в стране кошмаров», вы знаете, я обожаю. В прошлом году я только смотрела ее в октябре, но я вспомнила, что там события приурочены к новому учебному году, когда там Каролина с мамой едут в магазин покупать школьную форму. Планировала сейчас приехать перечитать снова Каролину на английском. Вы помните, в прошлом году я купила себе эту книгу на день рождения. Некто не знает, это у меня день рождения. Совсем в начале сентября, 6 сентября. Да, я дева по гороскопу. По мотивам новеллы Нила Геймана. Автор сценария и режиссер Генри Селик. И к чему это я? Я это к тому, что с наступлением осени, кроме там каких-то желаний тематических провести время, приобрести и обновить осенний гардероб, может покрасить ноготочки какой-нибудь бордовый или темно-зеленый цвет. Я, конечно же, думаю о витаминах, об иммунитете, также стресс, то есть начало учебного года. Это всегда стресс для организма. Ну и смена климата, естественно. Поэтому сейчас, в начале влога, я вам покажу свое самое любимое и интересное. Заказ витаминов. В одном из своих логов я с вами делила, что я не хожу в аптеку, а заказываю все онлайн, благодаря сервису Аптека.ру. Здесь очень удобный интерфейс, огромный поиск, можно использовать множество промокодов для скидки. Также можно вот тут копить витаминки, они копятся автоматически, когда вы делаете множество заказов. Вот у меня разные заказы, я их делаю давно, в нижнем часто делала. И сейчас я вам покажу, что я заказала в последний раз. Вот такой вот у меня большой заказ. Тщательно упакованная посылочка приходит в пункты, ведущих их много, и они находятся в самих аптеках. На эту осень, кроме витамина D, цинкосилены, магния от стресса, мультивитаминов и, конечно же, омеги-3 АЕ, я заказала еще железом. Сейчас я на кухне сижу и буду собирать контейнер, чтобы показать вам свою дневную норму. У меня пока что нет такого, знаете, контейнера, который делит по дням недели витамины. Вот, планирую приобрести. А пока что такой покажу вам, что у меня в течение дня находится в арсенале. Содержимое выглядит таким образом. Здесь у меня 2 магния, потому что это суточная норма, 2 мультивитамина. 1D, 1 омега-АЕД и железо, а также селенцинк-1. Меня спрашивают, когда я приеду в Нижний, когда начинается учеба третьего курса. Вот нам недавно вот пришла новость, что учеба начинается 4 сентября. Я думаю, к этому времени я и приеду. В конце августа мы с моей подругой всегда ходим праздновать наши дни рождения. Мы обе девы перед моим отъездом. И мы пошли в наше любимое кафе. Заказали роллы. Моя подружка взяла себе суп грибной. А я пасту с морепродуктами. И в честь дня рождения нас угостили таким милым чизкейком. Я вам покажу свои недавние приобретения на осень, на учебный год. Переберем с вами книжки, пластинки, поболтаем. Начнем с разбора пластинок. И сегодня я вам дам послушать Молен Токинг. Обожаю эту группу. Это пластинка моей мамы, ее молодости. Молен Токинг. Также для пластинок у нас есть вот такой вот альбом. Здесь я решила с вами поделиться своим открытием этого лета. Это книга «Мир Леонардо» о жизни и творчестве Леонардо да Винчи. Эту книгу выписывала в 90-х еще моя бабушка. Как только наступило холодно, конечно же и в квартире стало холодно. Тем более мы живем на первом этаже, отопление еще не дали. Я решила, чтобы согреться, приготовить шарлотку и облепиховый чай. Кстати, тесто у шарлотки у меня необычное. Я добавила туда мягкий творог, чтобы была такая более густая консистенция. И пока у нас шарлотка готовится, готовим облепиховый чай. Очень простой рецепт это имбирь, лимон, апельсин и облепиха. Завариваем все это дело. Можно добавить мяты, перемешиваем и пьем. Это целебный, потрясающий напиток. Шарлотка к этому времени уже готова. Можно лакомиться. До сих пор у нас за окном дождь. Я днем снимала, было холодно, дождливо. Сейчас обожаю такую погоду. Выставила каким-то образом свет. Не знаю, нормально ли это выглядит, но думаю, пойдет. Меня видно, что самое главное. И сейчас говорящая голова вам покажет покупочки на осень, на новый учебный год. И хотела поотвечать на некоторые вопросы. Первая и важная покупочка на новый учебный год это рюкзак. Он из эко-кожи, очень стильный, лаконичный. Покупала его на Wildberries. И я действительно очень сильно хотела такой, знаете, рюкзак, который был бы очень всегда стильно классическим образом. И также casual, да, образом. Потому что не всегда в классике хочется ходить на учебу. Но при этом, если классику, то хочется разнообразить образ. До этого у меня была сумка. С ней я тоже буду продолжать ходить. Но это такой рюкзак, который будет достаточно таким ходовым. Что касается обуви, мой выбор пал на классические лоферы. Такого формата, очень английского, я бы сказала. Они мне действительно сильно нравятся. С золотыми элементами. Я всегда хотела лоферы. И в этом году решила, что на осень будет самое то. На такую теплую осень. Потом, когда похолодает, можно как вторую обувь брать. Следующая вещь сейчас на мне. Такой свитерок песочный, красивого осеннего оттенка, приглушенного. Я люблю свитера. Свитеров много не бывает. В нижнем я, конечно же, еще обновлю себе какие-нибудь водолазочки, пулловеры, новые брючки. А уже в магазинах. А тут пока что дома вот этот свитерок прикупили. И сейчас одни брючки покажу, которые мне очень сильно понравились. Такие большие длинные свободные брюки палатца, красивого кофейного оттенка. Они, конечно же, светлые и на сухую осень в самый раз. Когда начнутся дожди, слякоть, я думаю, буду брать с собой и переодевать их на учебе. В их состав входит кашемир, а в состав моего свитерка шерсть. Поэтому материалы классные, теплые. В самый раз я вообще люблю тепло, не люблю мерзнуть. И сейчас отдельно покажу важную покупочку для учебы. Это планшет. И заодно отвечу на вопрос по поводу канцелярии. Мне задавали вопрос такой. И я решила на него ответить, потому что он действительно классный. И было бы интересно, наверное, послушать моим зрителям. В этом году, то есть с третьего курса, я решила попробовать ввести электронные конспекты. Что это значит? Кто не знает, есть такой формат различных приложений, которые помогают организовать учебу, материалы в электронном формате. Кто-то ведет ноутбуки. Но лично мне неудобно, например, ноутбук брать с собой, потому что он громоздкий. Я учусь на филологии. Мне нужно всегда иметь тексты под рукой, заметки, возможность фотографировать слайды, вставлять их, помечать, делать заметки. И я решила вот приобрести себе планшетик. Вот так он выглядит. Я поменяла на нем картинку уже на такую осеннюю. И он у меня со стилусом. То есть вот есть специальный стилус, благодаря которому можно писать что-то. И, соответственно, почему я решила ввести конспекты таким образом? Попробовать. Потому что на своем опыте я поняла, ну, по крайней мере, на факультете филологии, что очень тяжело ввести рукописные конспекты. Особенно по тем предметам, когда презентации не скидывают. Да, такое тоже бывает. И фотографирую сразу слайд во время лекции, не оставляя это дело на потом, потому что я понимаю, что я просто не успею. Я всегда люблю делать все вовремя, просто чтобы не копилось у меня множество несделанных конспектов. Потому что, сами понимаете, тяжело потом будет готовиться к экзаменам. Я понимаю, что я сразу могу сфотографировать слайд, написать комментарий к нему, также свои какие-то мысли, заметки преподавателей. И мне кажется, это суперудобно. Не нужно ждать, когда отправят презентацию, не нужно вспоминать, что говорили на лекции, или искать это в рукописном конспекте. Короче говоря, множество плюсов. Посмотрим, как это будет работать на практике. Осенью я планирую, когда уже освою, снять отдельное видео мои конспекты на планшете, как я их оформляю, поделюсь с какими-то приложениями, которые мне помогают, всякие фишечки, инструменты. Вот. Если вы уже, например, вели конспекты подобном роде, то напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Как я уже сказала, учеба у нас начинается с 4 сентября, но уже по ключевым текстам англоязычной литературы задали читать сонеты. Как вы видите, я уже начала этим заниматься, нашла сайт удобный. Жду не дождусь снимать блоги с учебы, мне очень интересно, как будут проходить пары. Хотела поделить лайфхаком по французскому языку. Привет моей подруге Лене, у нее я его заметила. Я приобрела в Читай-городе, у себя в городе, в Нижнем не нашла, такую классную подсказку неправильных глаголов во французском языке. Буду пользоваться. Также я вам говорила, что переберем с вами книжки, и сейчас я хотела бы показать вам классные книжки, которые я нашла у нас за кромах. Мама еще ими пользовалась, я так понимаю. Самые учители по английскому, я их летом изучала, кому интересно, вот авторы.